В канун Великого праздника Дня Победы в лицее номер 21 состоялось традиционное мероприятие, посвященное 9 мая. Его участниками стали лицеисты 5-х, 6-х, 8-х и 10-х классов. В актовом зале ребят объединило мероприятие под названием «Победа, любовь, юность, война», в рамках которого они вновь вспоминали страницы Великой Отечественной войны. Подвиги дедов и прадедов, горечь их разлуки с родными и любовь, которая помогла им выстоять, выдержать и победить. Заведено гадание, и дальше так тому и быть, минувших лет святую память мы будем бережно хранить. Хоть каждый год мы отмечаем немало светлых, славных дней, но дни войны, как дни печали, но вечно в памяти людей. Сколько звезд раскаленных сметит нам с высоты? Двадцать семь миллионов, мне ответила ты. Двадцать семь миллионов? Эта цифра точна. Ровно столько влюбленных погубила война. Горела земля, примирились камни, плавился металл, рушился бетон, все порехалось, сгибалось, двигалось в огне, тепло снято, раздавлено, разбито. И среди этого хаоса жила любовь. Ты знаешь, я так давно тебе... Нет, Серёжа, не надо. Поговорим об этом после войны. Ты, главное, останься жив. Тогда встретимся здесь. В 6 часов вечера после войны. Номер моей полевой почты. Пиши. Слышишь? Пиши. Таланты детей и уникальность педагогов-наставников сделали мероприятие необычным торжеством. Накануне праздника о мероприятии, несущем смысл истории, которая должна жить в сердцах русского народа вечно. В театрализованной постановке лицеисты постарались передать все те чувства, переживания и страх, которые испытывали наши бабушки и дедушки во время Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем, как наши прадеды и деды уходили на фронт, оставляли свои семьи. И именно в этом году мы посвятили свое мероприятие теме любви. Так как именно любовь помогла нашим прадедам и дедам выстоять в этой войне, выдержать ее и победить. Именно любовь, которая ожидала их дома. Именно любовь, которая читалась в письмах от любимых, от родных. Почта, ребят, почта. Детенька, родной. Жив ли, здоров ли? Ты самому сестру не волнуйся. Я отправила их в эвакуацию за уран. Напишечки снова не знаю. Я встану. Кому-то надо работать на заводе. Да ты пиши, как только сможешь. Хоть строчек. Твои письма – это все члежно. Извещаем вас в бою за родину убит. Нет! Извещаем вас в бою за родину убит. Нет! Извещаем вас в бою за родину убит. Нет! Несмотря на юность главных героев, постановка получилась действительно сильной. Все действия, разворачивавшиеся на сцене, держали в напряжении зрителя. А игра юных актеров просто не могла оставить равнодушным никого. В этом торжественном мероприятии приняли участие лицеисты пятых, шестых, восьмых. И главными героями стали учащиеся десятых классов. Именно они стали главными героями, потому что им уже по 16, 17, 18 лет. Именно в это время молодые люди уходили со школьной скамьи на фронт. И, как в той песне, недолюбившие, не познавшие любовь. А может быть, та любовь им помогла именно выжить. В свою очередь, участие в этой постановке помогло лицеистам испытать массу эмоций и переживаний. Все те чувства, которые испытывали их ровесники в далекие годы Великой Отечественной войны. Любовь – это как спасательный круг в море войны. Женщины работали в тылу. Это была очень тяжелая работа. Они работали днями и ночами напролет. И их спасала только та мысль о том, что где-то, может быть, на другом краешке земли есть человек, который очень любит ее и борется за мирное небо над ее головой. Именно вот эта мысль была вложена в наше сегодняшнее мероприятие, которое прошло в лицее. Именно то, что любовь могла спасти человека. Люди воевали, чтобы потом, после войны, встретиться с этим любимым человеком, обнять его, прикоснуться к его лицу или прикоснуться к нему губами. Хочу поздравить всех с 9 мая, с великим праздником нашей страны. Желаю, чтобы у вас всегда было мирное небо над вашей головой, и любви, счастья, и чтобы у вас всегда были люди, на которых вы могли бы положиться. В Великой Отечественной войне многие понесли потери, но большая часть этих потерь пала на русский народ. Он прославился своей стойкостью, храбростью и отвагой. Солдаты, воюя на фронте, все время думали о своих любимых женах. И это являлось как бы мотивацией для их возвращения домой и защиты своих родных, близких. Солдаты, воюя на фронте, постоянно думали о своих любимых. И у них была цель, во что бы это ни стало, остановить немецкие войска и дать как раз-таки это мирное небо над головой. То есть, они уже задумывались о будущем поколении. То есть, они понимали, что именно от них зависит свобода и будущее нашей страны. И именно в этот день хочется поблагодарить всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны за то, что у нас сейчас мирное небо над головой. Отметим, мероприятие было также насыщено музыкальными номерами. Со сцены звучали душевные песни военных лет. Какой бы мы красивыми были порой, мой милый, если б не было войны. Мой милый, если б не было войны. Мой милый, если б не было войны. Кульминацией постановки стала победа 45-го и встреча главных героев, которых в самом начале разлучила война. Завершали же лицеисты свое торжественное мероприятие финальной песней в честь Дня Великой Победы. Песня. 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 Песня.